То, что касается отставки Геннадия Онищенко, то это вызывает еще больше недоумения, чем нежели все события, которые происходили на той неделе. Дело в том, что в нормальных странах политическая партия, пришедшая на результате выборов к победе, декларирует свою политическую идею, свою программу и назначает на ключевые посты людей, которые отвечают пониманию и задачам этой программы. Уход политика такого уровня, например, во Франции должен был бы означать, а, либо его демонстративное несогласие с политикой партии, б, состояние здоровья, которое не позволяет ему, и в, какая-либо скандальная ситуация, которая позорит партию, позорит правящую партию и вынуждает чиновника уйти в отставку. Что-то из ряда вон выходящее, наподобие ситуации с Астросканом, наверное, тоже можно отнести, но это уже очень редкие явления. Онищенко, как вы знаете, ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого не произошло. Просто человек работал, 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 и потом взял и ушел. Это напоминает один известный анекдот из «Бравого солдата Швейка», когда напившийся фельдкурат от Токатс рассказывал ему анекдот. Он говорит, хочешь анекдот расскажу? Говорит, жил-жил человек, потом взял и умер, и захохотал. Вот нечто похожее произошло из биографии, политической биографии Онищенко. Вообще, когда говорят о том, что якобы предельный возраст или что-то еще, ну вспомните Зубкова, премьер-министра, который был далеко за 65, и потом президент сказал, особо одаренные и нужные люди могут участвовать в этом процессе до 70 лет. А сама по себе политика отношения к взрослым, умудренным опытам людям у нас порочна, потому что на Западе, как правило, всегда ключевые энергетически емкие посты, в которых необходима удаль, отвага, безрассудство в определенной степени, возможности, желание проявить риск. Это молодые. Но при них всегда должен быть еврей-прегубернатор, который контролирует, который отвечает за безопасность, который говорит, этого делать не надо, который осторожно предупреждает о возможных последствиях. Вот эта категория людей, умных, ну вот Степашин, куда ушел сегодня Степашин? Никто не знает, будут еще очень долго мурыжить его и говорить о том, куда же нам пристроить человека. Грызлов, где сейчас Грызлов? Сколько времени уже его нет, хотя при всех его окажущихся недостатках, как политиков, наверное, это не самый глупый человек в стране. И таких примеров тысячи. У нас просто нет кадровой политики, и Онищенко этому свидетель. Субтитры создавал DimaTorzok